На Урале когда-то была саванна. По просторам современной Свердловской области бродили древние носороги и овцы-быки. Об этом местным ученым рассказали кости. Сегодня исследователи похвастались свежими находками останков доисторических животных, которые обитали здесь несколько тысячелетий назад. Найденные в уральских пещерах кости, тазобедренный сустав овцы-быка, зубы носорога, амерка и резец дикообраза, сенсации в научном мире вряд ли сделают, признаются ученые. Гораздо больше они полезны не для изучения прошлого, а для предсказания будущего. Исследуя находки, эксперты разрабатывают модели вымирания различных видов. А это поможет спрогнозировать судьбу современных животных, в том числе и человека. Ведь это тоже биологический вид. На поиски останков наших предков ученые отправятся в ближайшее время. А пока прикидывают, можно ли вновь поселить в Свердловской области носорогов и овцы-быков. Речь идет не о зоопарках, ведь когда-то они здесь жили. Овцы-бык, к слову, сейчас обитают только на Полярном Урале, а может и на Среднем. Вот эти материалы позволяют говорить, что если его туда завезут, он там будет жить сейчас. Совершенно нормально. То есть таким образом можно производить увеличение биологического разнообразия современных экосистем за счет расселения видов, которые раньше обитали.